Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем об окончании брожения вина. Как понять, что брожение вообще закончилось и что с этим делать дальше. Первая и самая информативная вещь, которая нам говорит о том, что процесс подошел к концу, это гидрозатвор. Если гидрозатвор, вода стоит на одном уровне, либо развернулась вообще в обратную сторону, но тут все легко и все понятно. Но это в случае, если вы используете затворы такого типа. Почему я во многих видео говорю, что, ребят, вот это самые удобные затворы. Я абсолютно их не рекламирую, но они очень информативные, они очень понятные. И вот смотрите, вот у меня есть затвор вот такого типа. Вот как здесь понять? Вот, ну, должно когда-то вот булькнуть. Вот мы тронули, вот оно булькнуло. Но это как-то надо чего-то с этим делать. То есть вот этот затвор вообще абсолютно бестолковый. Да, он выполняет свою функцию, да, он не пускает туда кислород, да, он дает выход углекислому газу. Но если вы не совсем понимаете вообще, как идут процессы, то вот эта штука, ну, это, скажем так, ни о чем. И даже я думаю, что я, наверное, его переделаю вот сюда вместо вот этой вот трубочки. Можно попробовать пристроить вот такую штучку. Это будет гораздо удобнее, гораздо информативнее. Даже перчатка будет лучше, чем вот эта вот штука. Ну, честно. Значит, первое, да, затвор. Тут все понятно. Если с затворами косяки, вот что-то такое непонятное. Смотрим на поверхность. Здесь, смотрите, пена. Если мы видим такую пену, значит, брожение еще идет. И мало того, оно идет достаточно, ну, интенсивно. Если у нас, даже вот здесь обращаем внимание, здесь есть пузырьки. Вот, есть пузырьки по поверхности. Значит, брожение тоже еще идет. И вот это сусло. Поверхность абсолютно спокойная. Абсолютно нет ни единого пузыречка. Все, вот здесь брожение закончилось. Значит, если у вас, вы использовали перчатки. Первые дни, пока брожение идет достаточно интенсивно, у вас перчатки будут активно стоять. Потом они будут опускаться, и это нормально. В конце брожения, чтобы понять, закончилось оно или нет, плотно на вот, на такое горлышко, на такое, не важно, какое оно у вас, натягиваем плотно-плотно целую перчатку. И видим, вздувается она или нет. Если она втянулась внутрь, а такое тоже бывает, равно как вот затвор развернулся в обратную сторону. Вот если такое произошло, значит брожение закончилось, оно остановилось. Но в этот момент нам еще надо понимать, либо это мы что-то сделали, и оно остановилось, либо оно закончило все свои естественные процессы. И самый простой вариант понять, все ли у нас закончилось так, как нужно, это проверить уровень сахара. Не попробовать, потому что там может быть остаточный сахар, вы попробуйте, и сахара этого уже мало, я повторяю это из видео в видео. От того, что вы попробуете, не факт, что вы уловите вот это вот, эти остаточные сахара. То есть мы измеряем приборами. Ариометр показывает, как правило, ноль. Рефрактометр может давать некоторые показания. Если изначальный сахар был 20, и в конце вы видите цифру 4-4,5, все нормально, весь сахар выбродил полностью, и брожение спиртовое завершилось. Достаточно ли будет того уровня алкоголя, который у вас получился, либо нет, на этот вопрос вы сможете ответить только сами самостоятельно, зная первоначальный уровень сахара и рассчитывая полученный уровень спирта. Я ответа на этот вопрос не знаю. Ответить на него можете только вы, зная изначальные показания. Значит, если сахар у нас на нуле, все хорошо. Если есть остаточные сахара, что с этим делать? Вообще, для того, чтобы вино нормально хранилось, и все с ним было хорошо, надо, чтобы сахар сбродил полностью. Потому что наличие остаточных сахаров может потом привести к неприятным последствиям. Эти сахара могут являться пищей различных микроорганизмов. Вино может начать сбродить повторно в какой-то момент, в тот, который для вас будет нежелателен. Молочно-кислые бактерии могут начать перерабатывать сахара и привести к порче вина. Если вы не перебирали по сахару, не сыпали его в безмерное количество, то остаточные сахара говорят о том, что уровень спирта у вас может быть низкий. И низкое алкогольное вино тоже плохо хранится. Это один из путей превращения вина в уксус. То есть желательно все-таки до конца сбродить. Есть отдельное видео по остановке брожения. Я вам оставлю ссылку. Посмотрите, что с этим можно сделать. Дальше. Если вдруг такая ситуация, что вы хотите оставить этот сахар, вы его насыпали, слишком много дрожжи уже не могут выбродить ни в какую, чтобы мы не делали. Либо очень хочется сладенького, значит тут вы должны понимать, что вино надо стабилизировать. Просто так оно храниться не будет. Кроме серы есть еще два варианта. Стабилизация холодом, либо стабилизация теплом. Холодом сложно. Температура минус 2. В домашних условиях обеспечить такую температуру сложно. Тепло проще. Пастеризация. Все микроорганизмы убивает. И ваше вино становится стабильным. Итак, с сахаром разобрались. Но что делать, если у вас сахаров уже нет, а вино еще бродит? Что же это такое? Это яблочно-молочное брожение. Для красных вин это вообще очень хорошо. Для белых по желанию. Я сторонник того, не мешая машине ездить. Если какой-то процесс должен идти, значит он должен идти. Да, он может идти долго, в зависимости от множества-множества факторов. Может идти неделю, две, три, может месяц, может два, может три. То есть абсолютно разное время. Я считаю, что все должно закончиться само. И только после этого мы принимаем какие-то дальнейшие действия. Когда у нас брожение остановилось, полностью завершилось, нам надо снять вино с осадка. Вот здесь у нас образовался такой осадок. Но я делаю в том, что когда оставила бутыль, я ее немножко взболтнула. Поэтому подожду, пока все это осядет. Чем и как мы снимаем с осадка? Мы снимаем при помощи какой-то трубочки. Тоже в прошлом году мне писали, ой, можно взять шланг от уровня, можно взять шланг. Некоторые из этих шлангов реально воняют. Проблема купить нормальную пищевую штуку, ну это не проблема. Значит, вот такие вещи. Я думаю, что есть в специализированных магазинах продаются на Алиэкспрессе. Пищевой шланг, есть фильтр, есть груша. Не надо ничего брать с ртом, не надо ничего подсасывать. Все очень удобно, гигиенично. Вариант номер два. Идем в ближайшую аптеку, покупаем за небольшие совершенно деньги. Это капельница. Единственное, что капельницы долго. Потому что, ну, понятно, да, диаметр шланга здесь и диаметр шланга здесь, они все-таки отличаются. Вот эта штука хорошо, когда у нас уже небольшие объемы, когда надо уже совсем с тоненького осадка снимать. Ну, очень удобно, при том, что цена вопроса копеечная. Вот эта штука при первом снятии с осадка, она гораздо-гораздо удобнее. Значит, сусло отбродило, снимаем с осадка с помощью шланга. Либо можно сделать открытую переливку через горлышко. Но я рекомендую это делать только для красных сусел. Потому что белый, иногда бывает у них такая вот эта вот мякоть, муть, которая при этом поднимается. И сусло становится коричневым, очень долго потом все это оседает. Оно оседает. И все становится нормальным, но это очень долго. Поэтому светлое сусло я рекомендую снимать через шланг. Красное сусло смело можно перелить через горлышко. И, снимая с осадка, мы наполняем емкость до верха. То есть, если первоначально, пока у нас бродил, у меня здесь вообще, видите, полбутыли, ну, так получилось. То дальше мы наполняем до верха. И еще на некоторое время оставьте под затвором и оставьте в комнатной температуре. Объясняю почему. Особенно, если у вас было очень бурное брожение. Там буквально за 5 дней раз, все, бродило, сахара нет. Но, если вот так вот все прошло быстро, яблочно-молочное брожение, оно еще могло не начаться. Когда вы перелили, вы немножечко дали там подышать этому соуслуги. И все остальное, да, такая произошла встрясочка. Вот, смотрите, одна из перелитых банок. До верха наполнена. С осадкой я снимала при помощи шланга. Поставила пока затор, видите. То есть, еще идут какие-то остаточные процессы. Возможно, выделяется растворенная углекислота. Ну, возможно, еще что-то немножечко завершается. Именно поэтому мы с осадка снимаем. Несколько дней подержали при той же температуре в тепле. И уже тогда только переносим в прохладное место. Дело в том, что для яблочно-молочного брожения мы будем потом говорить отдельно, но оптимальная температура 20 градусов. То есть, если вы вынесете сразу на холод, то может там чего-то не начаться. Поэтому с осадка сняли, полную бутыль залили. И на несколько дней подержите в теплом помещении. Ничего в уксус не превратится. У вас затвор, который защищает. У вас емкость заполнена. Этого будет достаточно. Яблочно-молочное брожение, да, оно сопровождается выделением углекислоты, но она уже не такая бурная, поэтому вполне удобно будет, если оно будет под горлышкой, будет видно. Идет еще какое-то брожение, либо не идет. Если еще идет, то мы держим до того момента, пока оно не прекратилось. И тогда осмотрим, если нам надо, еще раз снимаем с осадка. Если в этом нет необходимости, то и не надо лишних манипуляций. Выносим в прохладное место. Если мы сняли с осадка, долили до верха, поставили затвор, посмотрели, что нет, ничего у нас уже не бродит, и в принципе сусло бродило несколько месяцев, значит все нормально, все процессы завершились. Здесь выносим вместо прохладное, и все, там уже вино будет стабилизироваться, там оно уже будет постепенно созревать, там будут проходить необходимые превращения. Как бы в принципе все, в этот момент вино готово. Оно будет осветляться, сейчас оно еще такое мутненькое, постоит некоторое время в прохладе, и все, оно уже станет красивым и прозрачным. Как правило, и в принципе, когда вино уже отбродило, его можно употреблять. Да, оно еще будет таким зеленым, оно еще будет не таким вкусным, у него может выпирать где-то кислота, где-то еще что-то. Я отдельно буду рассказывать про то, как трансформируется вкус, но на своем опыте, вот в процессе винификации, как вино менять свой вкус. Мы поговорим об этом. Но в принципе, его уже можно употреблять, все, оно выбродило. Но повторюсь, оно такое еще молодое, оно еще совсем зелененькое, если наберетесь терпения, то потом получите больше удовольствия от употребления этого напитка, чем если вы его будете употреблять сейчас. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!